I have ways of blowing things off. Убедитесь Сибиллу сотрудничать. Интересно, как я это сделаю. Так, Сибилла, Сибилла. У нас 5.30. Нам, по идее, мчаться на работу. Как ошпаренному. Но. Минутку. Я в этой квартире так и не выставил. Так, хорошо. Вот это было. Вот это. Ау-ма-па-пам. Сдать. Франц Ханау. Вот это имечко. А ты еще и мужчина. Я посмотрел на фотку. Мужчина лет 40. Журналист. Срочно нужно переехать. По профессиональным причинам. Сдаем. Герхард Гюнцель. Мужчин 48 лет. Женат. Отец двоих детей. Трудолюбивый пограничник. Пограничник. Так, стоп. Так, стоп. Э, погодите. А ее... А ее разве... Ее разве выпустили? Из сумасшедшего дома. В смысле, дочь. Или мне просто зан... Да, привет. Э, добрый день. Э, вы тут управляющий? Здравствуйте. Да, я меня... Да, я. Меня зовут Шварц. Франц Ханау. Приятно познакомиться. Я вас искал. Эм... Зачем? У нас картинь что-то сломалась. Он еще, по-моему, не въехал даже. Нет, дело не в этом. Я журналист. Хотелось бы задать вам пару простых вопросов. В этом доме до недавнего времени проживал Вальтер Булхаузер, верно? Ну да, все верно. Господин Булхаузер проживал здесь до ареста. А вы с какой целью интересуетесь? Погодите, но его же не арестовали. Мы же его предупредили. По некоторым признакам, улики, по которым его судили, были сфальсифицированы. Вы, случайно, ничего об этом не слышали? Нет, ничего. Ну, это правда, я реально не слышал. У меня столько дел, что следить за жизнью соседей нет времени. Сказал человек, который следит за жизнью соседей. Совсем ничего? Досадно. Если вдруг что-нибудь вспомните, любой мелочи, идите знать. Дадите знать. Даду. Хорошо. Или что-нибудь всплывет, но если что, я вам расскажу. До свидания. Товарищ. А вот и... О, погоди. А ты у нас... Стой, 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 стой. Па-па. Та-та-та-та. Так, заплатите, нате, подавитесь. Ты у нас в какую квартиру въехал? В третью? И ты сразу же ушел, да? А ты еще и в квартиру Булхаузера въехал? Ну, он сразу же ушел, я сразу же влеплю сюда камеры. То есть, ну, мне пофиг. Как бы мне в первой квартире-то камеры влепить? Потому что она там не... Ну, она-то выходит, конечно. Ну, там дети. И пока дети, там же тоже камера особо. А-а-а... Я и... Ой. О, тщетная машинка, здравствуйте. Блин, как стрёмно. А у него, в принципе, ничего нет. Ах ты ж... Ну, да, печатная машинка на него... О-о-о. Это он, не он? Нет, на него он возвращается. Как бы чувака сверху, теперь еще просканить. У него там тоже миллион детей. Сервант. Бумага. Все, ладно, валим отсюда. Итак, В. Погодите. Я что, только что поснимал камеры? Я что-то не понял в этой жизни? Я же квартиру отремонтировал. По идее, тут не должно было быть камер, да? Неужели я такой невнимательный? Вот меня сейчас, кстати, на этом я засеку. Таим встретиться с Мюллером. Блин, с Мюллером встретиться! Тварь! С 16 до 18. Ладно. Мне пора. Потом разберемся. Эй, не сюда. Все, к черту вас всех. Я тут весь день прокопался в этом доме. Время идет очень быстро. Таким образом. Стоять. Я бы, наверное, теперь хотел, чтобы время шло немножко помедленнее. Так. В центре отдела 3. Третий отдел, это же третий этаж, я так понимаю. С 16 до 18. Мне там до этого 4... Так. 4 дня дают сюда. Шварц. Мне нужно оборудование. Еще пару камер подкуплю. Чем я, кстати, по деньгам. Ну, не так, чтобы уж шикарно. Скажите, вам что, нравится устоять и никого не пускать? Моя задача приносить не только... На моя задача приносит не только раздражение людей, не способных понять слова «нет». А, только раздражение, по-моему. Хорошо, закончите разговор. До свидания. Третий отдел, это третий этаж, я так понимаю. Ать. 1650. И где... А, вон ты где. Господин Мюллер, это вы? Тише. Да, Шварц, это я. Почему мы встречаемся здесь? У меня... У меня в кабинете ремонт. Не фуми. Не кури. Фьем. Фуми. Прикольно. Не фуми. И без присмотра я его бросить не могу, поэтому мне нужно, чтобы ты выполнил мое поручение. Бросай все дела и доставь это лично. Это окончательно одобренный текст песни одного из ваших жильцов. Зачем мне относить почту одному из жильцов? Не спрашивай, не переспрашивай, Шварц. Просто выполни. Музыкант с этой, с квартиры над нами. Вот кто, вот почему. Ну, я понял. Или ты хочешь так и чини стиральные машины, пока тебе неизбежно не отправят в шахты? Нет, не хочу, я отнесу песню. Держи. Адресат Вольф Хенкер. Ну, понятно, блин, да. Даже звездам приходится прислушиваться к министерству. Он тебе тоже кое-что передаст, не мешкай. Встретимся у серверов в информационном центре между четырьмя и шестью тут же, да? Доброго дня. Не обнулилось? Не обнулилось, нифига, не обнулилось, блин. Мне там, кстати, еще достать досье Ким. Так, что он... Блин, вот эта штука немножко кривовато работает. Ну, то есть я все понимаю, но все же... А, вы уже домой все поуходили? Блин. Это ты? Нет, это не ты. А кто ты? А, вот она ты. Новая улика шантажирует. А кто кого шантажирует? Спасибо. Тук-тук. О, господин Шварц, что такое? К слову, о рычагах давления. Вы мне сказали, что мне не беспокоиться, что с правильными рычагами давления всегда получишь желаемое. Что ж, господин Фелс, как бы это сказать... Я видел, как вы после работы шантажируете Томаса Ноллера. Я хочу, чтобы вы отдали мне досье Ким Шварц. Поверить не могу, вы шантажируете меня? Если бы вы не пошли против меня, я бы даже немного впечатлилась. Откуда вообще узнали, что досье Ким Шварц... А вопросы же были совсем вот ненаводящие, да, вот в прошлый раз. Впрочем, неважно, я не хочу знать. Вот, забирайте это чертовое досье и отдайте мне доказательства, которые вы собрали против меня. А теперь вон отсюда. Хе-хе-хе-хе-хе. А почему... Почему Сабине? Я не хочу относить его к Сабине. Я хочу избавиться от Сабины. Где мне это сделать, блин? Я на первом? Ооо... Почему мне достать досье... Военный... Что вы... Почему мне досье Ким... Досье на моей дочке, моя часть, это... Почему мне ее досье не числится, как будто оно, ну, зачеркнуто? Я бы такой, чтобы Ким его и отдать. Я Сабину на дух не переношу. Решить, что рассказать францухе на... Ханал. А... Любопытный порог. Ага, я понял. Это про журналиста. Отнесите я Хенкеру, проверенный текст песни. Так. Моя заначка тут? Да. Все на месте. Доверенность, шмоверенность, хавчик. Так, давайте с домом разберемся. Тут не надо. Кстати, она не особо и... Вот это выбрасывай, выбрасывай, давай. Удачи тебе. А что все спят уже-то? 12 часов всего лишь, ребят. А, идите вы. Пойду этого терроризировать, музыканта. Ты же тут живешь? О, нет, вон он. Я хотел пройти погулять. В чем дело? Насчет текста песни. То есть по поручению министерства. Ты что, с дуба рухнула? Что им от меня надо? Меня прислал Эрнст Мюллер. А, ну тогда совсем другой... Погодите. Министерство, Эрнст Мюллер, совсем другой... Вот эта фразочка сейчас дала немножко несостыковку в мозгах. Это почему же? С каких пор курьерам разрешают лезть в дела адресата? Так в чем суть дела? Чувак. Я к тебе прикопаюсь, ты так далеко уедешь? У меня для вас полностью проверен текст песни. Надеюсь, запечатанный. Что, простите? Ничего, вот возьми этот конверт и мухой обратно к Мюллеру. Вернуть ему конверт, погодите, но он не пустой. Что в нем? Завязываясь с допросами, Шварц, ноги в руки. Доброго дня. Погоди, ты у нас из какой квартиры? Сдать некому пока что. Из четвертой. Открывай ты уже. Да не буду я у тебя камеру снимать, успокойся. Погодите, это что-то другое, да? Что у тебя есть интересненького? Свитеры, рубашки. Ну, вот эту штуку я знаю. Так, алкаш идет обратно. Алкаш мне не особо интересен, но пока что. Так, необычная ваза. Это я заберу. Ваза для полива, ага. Так, проверен текст песни. Тайное сообщение. Я думаю, мне пора отсюда. Так. Небольшой клочок бумаги, который, должно быть, выпал из проверенного текста песни. На ней неверным почерком написано. Толстая собака из трех больше не проблема. Из третьей больше не проблема. Ясно. Это мы, значит, про булку сейчас говорим. Третья квартира, толстая собака. Одобренный министерственный текст нового суперхита Вольфа. Ага, ага. Потреба на конверт. И зарованный битком набитый конверт с торчащими из него различными записками, листками бумаги и фотографиями. И кто-то насрапал на нем цифры 313. Ты шпион, тварь, да? То есть ты не просто какой-то там стукач или что такое? Ты прям вот полноразмерный шпион. Полноразмерный шпион. Так, кустики. Это сюда. Да с яким. С досье мы еще определимся. 313, это мне надо вернуть. Вазу тоже. Вазу я пойду продам, к черту. А перстанем билет на метро. Так, потребен коммерт, который мне надо вернуть. Все, валим. Интересно, что дадут. 7-10 утра. Надо не прозевать, когда наши проснутся. Так. Заполтос я ее сплавлю, и то хорошо. Доверенность. Бла-бла-бла. Очки. Не, будильник. Хорошо, поехали. Необычная, блин, ваза. Стой! Стой, мелкая! Я тут собираюсь почилить. А что, срочно? Что тут это и Фредерики Файнбайн? Ким, я говорил с Фредерикой. Ты говоришь, наркотики ты получил не от нее. Погодите, а что у меня за будильник-то сейчас работал? Ну, Ким, я нашел письма, любовные письма. Файнбайн писал их тебе. Мне открылась ужасная правда. Файнбайн, гомосексуалистка. Ладно, на этом моменте давайте я сделаю небольшую ремарочку такую. В принципе, я вам говорю, что, хоть я и неодобрительно отношусь ко всему этому, но если люди чем-то там занимаются, то мне на это абсолютно пофиг. Почему я негативно реагирую на голубые моменты в играх? Потому что в каждой игре это пихают прямо в глаза, и за последний год это стало прям слишком явно. Ладно бы там были игры типа Life is Strange, где на этом все завязано. Хорошо, на здоровье. Но почему в каждой игре это норовят впихнуть в глаза? Извиняюсь, даже здесь. То есть, ладно, здесь это не пихают в глаза, но здесь это тоже присутствует. Наверное, я просто, типа, реагировал более остро, чем следовало бы, но меня уж просто эта повесточка поддостала, что она лезет везде, очень часто там, где не надо. Поехали дальше. Ты знаешь, что это значит? Нонконформизм, серьезное правонарушение, за такое можно увидеть в шахты. Но на конвертах твое имя, если полиция узнает, они решают, что ты тоже такая. Скажи, Ким, а ты писал этой Файнбайн ответ? Потому что если мы не можем убедить следователя, что ты ничем не подозревал тебя... А, если мы сможем, тебя тоже зачтут нонконформисткой. Ты ведь не писал этой Файнбайн, да? Нет. Я не писал ей писем. Я так и знал. Это очень, очень хорошо, Ким. Тебе больше нельзя с ней видеться. Встреча опосты... Она уже давно съехала, почему этот квест до сих пор в ротации? Ой, ну почему ты плачешь? Рика, господша Файнбайн, она такая хорошая. Она почти одного со мной возраста. Рика Файнбайн. Она меня понимала. Мне просто так горько, что больше не с кем будет даже поговорить. Это к лучшему, Ким, поверь мне. Иначе кому-нибудь могло бы прийти в голову, записать вас обеих в лесбиянке, например. А то, что она дружила с типа женой, типа музыканта, ну да, да, ага. Этого мы допустить... Этого допустить не можем. Пожалуйста, не сообщай о ней в полицию, а? О, Ким, я вынужден... Я не сообщил о ней в полицию, идите нафиг. Ты же знаешь, что тогда будет. Ее отправят в лагерь на перевоспитание или в шахту. И ее карьера будет разрушена. На фигурное катание так много для нее значат. Пойди приляг. Я подумаю. Я уже подумал. Отсобирайся почилить, закончить разговор. Ну, то есть этот квест, который остался... Я не хочу с Собили говорить. Что ты хотел? Насчет семейного бюджета. Во-первых, дай денег. Так, хорошо, да-да-да. Насчет дела Ким. Об участии Кима в этой демонстрации. Раз, я хотел спросить, что-нибудь получилось? Да, мне удалось перехватить досье Ким до того, как его отправят на рассмотрение. Теперь все, штраф нам не грозит. Если досье нет, то штрафы не выпишут? В данном случае, да. К счастью, Ким не собирались отправлять в лагерь. Этого я бы предотвратить не смогу. Как тебе повезло, Фрэнк, ты спас нас от ужасной судьбы. Не благодаря тебе, если что. Спасибо, рада знать, что ты не бросишь семью в трудную минуту. Тебя брошу. И я сделаю, что смогу. Новый счет, конечно же, новый счет. Новый, блин, счет. Заплатить, 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 заплатить. Сколько? Почему так? Деньги просто в трубу. Так. Ладно, на работу. На работу я успею сходить. Работа не волк. Нет. Вот так. Выбросить. Я не знаю, может что-то... Так, Фрэнку... Блин, это он уходит, да? Стой! Стой, олень! Со мной о чем же? Не здесь. Побеседуем у меня. По вечерам я обычно свободен. Постараюсь. Вечером к нему вернусь. Понял, 92 часа, фигасе, надо было к нему вечером вчера приходить. Ладно. А ты... Ты забрала ребенка и смоталась. А дочка у тебя до сих пор там? Блин! Свали тоже, пожалуйста. Я очень хочу там камеры поставить. Пока что понаблюдаем, что тут происходит. Так. Чувачок у нас бухарик. А, ты уже возвращаешься. Ну, просто офигенски. Как мне сделать так, чтобы... Видите, с большими семьями... Вообще не поймешь, как это работает. Наверху вроде все валят. Можно и так. Так. Так, у нас 12.30 сейчас, да? Чувак продолжает заливать. Выйди, пожалуйста. Будь добром. Так, дочь возвращается. Тут чувак продолжает заливать. Тут непонятно, что происходит. Так-то я вижу всю комнату, но... При приближении... Чувак, ну выйди, пожалуйста. Хорош там заливать. Ну, твои же скоро вернутся, но... Так, мелкий ушел. Погодите, а там сейчас никого в первой нету? Или мне кажется? Ну-ка сейчас посмотрим. Ты куда идешь? Ида, Гюнце. Раз, два, три. Нет, она дома. Она злится. Она еще что-то... Блин. Бесит. Даже чувак на пилюльках и всякое такое, он уже и девочка возвращается, конечно. Ладно, по крайней мере, в комнатах, в которых это у меня уже есть камень. У меня получается, только в первой нету... Серьезно, мне прям вот почти что подставить их, чтобы они уехали, но это правда... О чем вы тут трендите, не подскажете? Привет. Ты Тиной Гюнцель из квартиры 5, да? На, откуда вы узнаете? Это моя работа, я господин Шварц, управляющий домом. Я тут слежу за порядком. Если что-то не так, сразу же рассказывай мне. Поняла, но вы же имеете в виду, не так с квартирой, да? В первую очередь, да, но не только. Мне важно знать все, особенно чем занимаешься. То есть, как дела у моих жильцов. Спасибо, буду знать. Так что, если вдруг увидишь что-нибудь позрительное или непонятное, сначала говори мне, смогу помочь. Это хорошо. Пока, Тина, хорошо. Господин Шварц, что Тина? А, нет, ничего. Как знаешь, но, по-моему, ты можешь прийти ко мне с любой проблемой. Здорово, до свидания, господин Шварц. Пока, Тина. Блин, уже 17.30. А я не успею, да? А-а-а-а-а. Твою за ногу. А мне уже бесполезно. Я прошляпил время. С 16 по 18. Хорошо. Поехали тогда к журналисту дам. Что у меня по вещам? Есть еще один растворитель, один этот. Нормально, потом докуплю. Значит, кто дома, кто не дома. Франц Ханау. Любопытство, не порог. Так, эти все вернулись. А-а-а, да? Ты прямо с нашей дочкой тут и это, шушуры-муры, да? Я тебя понял. Так, из какой-то квартиры, дружище. Франц Ханау из 3. Там, где жил Булка. И он как раз идет домой. Давайте подождем его тут. Делать сейчас ничего не буду. Давай, чувак, подходи. Я чуть-чуть за тобой понаблюдаю. Потом шевелись скорее. Блин, смотрите, у него занимает 15-20 минут подняться по лестнице. Серьезно? Давай, 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 заходи, резче. Посмотри, чем ты будешь заниматься. Мне можно еще, кстати, характеристики сдать, получить за это денежку. Ну, то есть, я же от этого ничего не теряю. Этот мусор прям сдаю. Так, погодите. По телефону говорит. Прикинь, какая тварь, а? По телефону оно говорит. Короче, чел из четвертой квартиры. Что-то с ним надо сделать, но он замешан напрямую с нашим боссом. С ним что-то сделать будет тяжело. Господин Шварц, хорошо, что вы пришли. Вы не заняты? Я смотрю, у вас постоянно много дел и много вопросов, господин Хэлл. Я журналист, работа у меня такая. Каждый день происходит что-нибудь новое, и нам нужно... О чем нужно поведать миру. Если вдруг узнаете нечто, достойное священе, я всегда рад выслушать. Буду иметь в виду. Отлично. Казалось бы, обычный многоквартирный дом. Что тут может произойти? Ну, у всех жильцов свои истории. И по вашему мнению эти истории стоит рассказать? Именно, вы меня понимаете. Я пока продолжу вести записи, добавлю еще пару вопросов. Насчет Буллхаузера. Хотели поговорить о Буллхаузере? Я освободился. Благодарю. Это ненадолго. Речь скорее о моей квартире. Шучу. Естественная речь о Буллхаузере. А что вы о нем знаете? Скажи, что кто-то фальсифицировал улики. Откуда вы это знаете? Естественно, я не стану раскарать свои источники. Меня не интересует, кто подбросил улики, господин Шварц. Меня интересует другое, кто отдал приказ это сделать. Откуда мне знать? Я всего лишь завхоз. А зарплата у завхоза невысокая, так? Я щедро вознагражу. На вопрос. Я бы такой, чтобы слил ему инфу. И сколько вы готовы заплатить за эту информацию, господин Ханау? Я готов предложить вам компенсацию в размере 500 баксов. И я сообщу в полицию. Этого недостаточно. Послушайте, я сильно рискую. Это стоит явно дороже. Я работаю в газете, а не федеральной корпорации. 500 максимум, что я могу вам предложить. 500, мое последнее предложение. Ты явно не врешь. Рука. Договорились. Раскроем правду. Приказ пришел с самого верха. От Эрнста Мюллера. От этого изверга из министерства. От того самого Эрнста Мюллера. Вот это новость. Но я не хочу, чтобы в вашей статье всплыло мое имя. Естественно. Вот ваше вознаграждение. А за что я еще 160 получил? Ладно. Тайное послание. Так. Тут-то все спят. Час ночи, что может быть? А фига ли ты в час ночи возвращаешься? Ким, хватит. Возьми себя в руки. Нет, не собирайся больше терять себя в руках. Из-за тебя еще... Из-за тебя и этого штрафа меня чуть не посадили в тюрьму. Ты же не хочешь, чтобы меня арестовали? Я не виновата, виновата эта дерьмовая система. И она частично права. У тебя все нормально? Ким, я просто хотел спросить, как ты? Вот как. Спасибо, Дэди, все окей. Хорошо. Ты меня успокоила. Я порой боюсь, что уже потерял свою девочку. Сначала наркотики, потом демонстрации с этими личностями. О чем ты только... Ну, явно она туда не случайно попала, блин. Она тут с лесбухами тусит туда и сюда. О чем ты только думала? О чем ты только думала? Неадекватное поведение. Я... Я тебе не понять. Я не могла не пойти. Это была акция против гребаной статьи о нонконформизме. Систем пытаются исправить этих людей. Они от этого заболевают. Духовно. Я не понимаю. Разве так сложно притвориться просто друзьями на публике? Куда? Ну, это же будет ложь, Дэди. Снимай, пожалуйста. Приходится все время быть начеку, все время скрываться за маской. Кем бы ты ни говорил. Нет, право на ошибку. Всю жизнь словно ходьба по натянутому канату. Один неверный шаг, и ты падаешь. То есть, мне это так описывали. Описывали, ага. Ну, что ж. Эмпатичная. Чувак, ну, я не понимаю, почему такие простые истины, ну, ты же понимаешь, что она сама такая. Ну, полин, ну, серьезно. Вот. Мне нравится твоя активная жизненная позиция, Ким. У великого вождя такое понимание не встречается. Пожалуйста, не ввязывайся больше в подобные вещи. Я тут собираюсь почилить, закончить разговор. Куда, интересно, это чмо уходит каждый раз? Я туда пойти не могу. Так, а что у нас по... Да, видите, он тут шарится. Что продаете? Может, что-нибудь интересненькое? Найти новых жильцов. Это я могу. Лампочки запрещенка. Деньги, рыба. Все дела нафиг надо. Нового жильца, конечно, можно. Нора Хельм. Женщина 23 года, не замужем, студентка. Физико-математический факультет. Квартира 6. А сколько у меня камер? Блин, это она идет? Валим! Стой! Девушка, погодите минутку. Здравствуйте, вы тоже живете? Да, я Шварц, управляющий этим домом. Отлично, буду знать. Я Нора Хельмс, квартира 6. Я знаю, кто. Рад знакомству. Приятно познакомиться. Будем добрыми соседями. Спасибо большое. Вы из-за работы приехали? Что-то вроде того, сменила университет. Теперь чуть тут рядом. О, перелись в другой вуз. Должно быть непросто. Напротив, перемена оказалась весьма целительной. Какие причины? У перемен всегда есть причины, господин Шварц. Иногда мелкие, иногда весомые. Ну и как поживаете? Господин Шварц тут нелегко живется. Еще и одиноко, наверное. Я бы с ума сошел тут бесконечные зубрежки. Да, иногда одиночество просто не выносит. Нам в дом опять селяют молодую женскую особь, которая опять будет клеиться наша дочь. Ну, я понял. Одиночество просто невыносимо. Ну да, фразочки нам, конечно, тоже кидают. Проблемы в школе. А что за проблемы в школе? Ну-ка понаблюдаем за тобой, как бы это плохо не звучало. Она уже в ту комнату пошла? Чувак из третьей съехал? У-у-у. А, он все узнал и просто... И просто свалил. Я тебя понял. Так, заплатите. Нате, подавитесь. А, теперь... Чувак из третьей просто... Просто свалил, потому что он узнал все, что ему нужно было. Он снимал квартиру чисто... Да, выйди ты отсюда. Чисто ради информации по булке. Сюда. Оп. 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 Отлично. Сюда. Кому... Кому насалил Буллхаузер? Уже статья вышла. Обвинения против Вальтера Буллхаузера оказались ложными. Буллхаузера лояльно служащего отдела внутренней безопасности обвинили в хранении запрещенных предметов. Вполне вероятно, что обвинение, выдвинутое против Буллхаузера, является частью кампании по его дискредитации. Согласно исследованию нашего корреспондента, все они ложны и могли находиться... Исходить от самого министерства. Кто же за этим стоит? Новинка. Буллхаузер, обвиненный в хранении запрещенных предметов, оправдан свидетелем. Оправдан! Репортер с особо бурным воображением уже обвиняет отдел внутренней безопасности о окопной войне. Мало вероятно, что показания анонимного свидетеля выдержат более глубокие расследования. Члены правительства терзают друг друга. Война в правительстве. По делу Буллхаузера один чиновник выступает против другого. Судя по всему, Вальтеру Буллхаузеру подбросили запрещенные предметы по поручению его собственного ведомства. Отдела внутренней безопасности. В правительстве процветает коррупция, ложь и назревает восстание. Экстрас. Ну, я же его, в принципе, не сажал, если чем. Погодите, у мелкого есть... Та беги, пожалуйста. Та не ты! Послушай, нам надо поговорить. Насчет моих оценок в школе, они испортились. Что? Ну почему? У тебя же всегда были хорошие оценки. По математике, да, но классно я поставил мне очень плохую оценку по барийскому и гасидологии. О, сразу по двум предметам, не понимаю. С тех пор, как тебя уволили, мои оценки становятся все хуже и хуже. А, понятно теперь. И тебя это беспокоит? Не переживай, Алекс, ты справишься. Да нет, дело не в том, мне ставят плохие оценки из-за того, что тебя уволили. Потому что сын совхоза не может метить так же высоко, как сын министерского чиновника. На грамматику я просто не догоняю, слишком тупой. Не говори так, Алекс, ты разберешься. А мне... Но мне нужна хорошая оценка о последующей контроле, иначе университет не светит. Я не хочу после выпуска работать в шахтах. Тебе не придется? Я тебе... Какая мать, я тебе помогу, чувак. Вместе как-нибудь разберемся. А ты хорошо знаешь правила барийской грамматики? Я... Нет, не совсем. Но мы найдем тебя кого-нибудь, кто сможет тебе помочь. Я поспрашиваю жильцов, наверняка кто-нибудь подвернется. Как дела в школе? Та-та-та-та-та-та-та. Все не так просто. Зачем нет? То есть, как дела в школе? Почему у меня сразу же выходит этот диалог? 120? Так, кто... А, минуточку, у нас есть студентка. Да, да. Мне главное не забыть к 16 и быть уже на работе. У нас есть студентка. Возможно, студентка сможет побыть репетитором. Ну, по крайней мере, я знаю, что это обычная практика. Сейчас она сюда спустится. Может быть. Наконец-то. Все-таки. Моему сыну нужен репетитор. Ему особенно тяжело дается барейская грамматика. Так что я ищу ему репетитора. Ну, это легко. Есть тут на примете. А, так вы хорошо знаете барейский? А как у вас языка, я имею в виду студентка? У меня? Ну, да, тоже вариант. Я был бы очень рад, если бы вы могли позаниматься с Алексом. Блин, я сам ее тащу в свой же дом. К своей же, блин, дочери. Ну, я понял, что к сыну тащу, но все же. Подзаработаете, поможете моему сыну все выигрыши. Тогда договорились, пусть зайдет ко мне пос... О, к ней. Ну, хорошо. Спасибо большое, какое облегчение. Супер! Так, мы, по-моему, с вот этой вот еще не говорили, как тебя, Гюнцель. Здравствуйте, госпожа Гюнцель. Просто дел много, господин Шварц. Убирать, готовить на всю семью и так далее. Но тебя муж пьет и безработный. Тяжелый труд домохозяйки и матери. Этот труд вас упнетает? Да... Нет! Я хочу, чтобы... Не хочу об этом говорить, простите, простите. Извините за излишнюю прямоту. Так, тут вроде ничего не... Ничего не надо, ага. Сразу же и надо. Кто там вышел? Я понял. Выбросить нечего. Так, хорошо. Дай мне еще... Три всего. О, погоди. Базовый курс барейской грамматики. Давай сюда. Это дорого было, если что. Раз, два, три. Раз, два, три. Интересно, а эта книжка поможет или нет? Или он пойдет заниматься с репетитором, и у него все будет хорошо? Мне кажется, я сейчас мог сглупить. Ну, я не знаю, эта комбо... Она сработает или же... Хватит! Этой скакалкой, блин, весь пол уже там отскакала. Хватит! Выйди, блин, из квартиры, зараза! Я тупо не могу камеры поставить. Так, пацан. Чем занимаешься? Прячусь. От кого? От преступников. Но это не потому, что я их боюсь. Я вообще очень смелый. Это хорошо, что ты смелый. Почему ты прячешься? Из-за преступников же. Если они меня не заметят, я смогу подкраситься и поймать их. Умно, удачной охоты. А этот все в полицейских играет. Так. Тут мне ничего не перепадет случайно. Ага, два раза. И тут ты на скакалке... Может, у тебя мать все-таки выйдет из дома. А у меня только одна камера. Блин, камера надо подкупить будет. Ладно. Я просто так-то дофига денег потратил. Все, мне пора ехать. Ему грустно, кстати. Плачет. А почему? Так, 15.05. Пустите меня на работу. Я люблю свою работу, и я туда приду в субботу. Так, дружище, две камеры в студию. Раз, два. Я не там тыкаю. На третий, пожалуйста. Там почта была для разноса. Ой, блин. Так, я аж третий нажимал изначально. Так. Дебилоид. Господин Мюллер, вы наконец вернулись. Вольф Хинкер просил передать вам этот конверт. Вот, держите. Послание... Так, конвертант вольфа. Давайте вы сюда, Шварц. Надо посмотреть. Подождите минутку. Ясно. Шварц, вы сейчас можете снова принести пользу. Что нужно сделать? Возьмите это дело и пропустите через измельчитель. И смотрите мне, не торчать в кафетерии, не слоняться по коридорам, не болтать. Документ нужно уничтожить немедленно. Никому ни слова, Шварц. Вам ясно? Ясно, господин Мюллер. Отлично, тогда вперед. Помочь Алексу. Так, измельчить дело 313. У меня там почва накопилась. Жалуется. Кому я ты должен? Хансу. А он тут еще? Так, Шанталь. Ханс, во. Оставьте меня в покое, если нужно, заходите ко мне в кабинет. А, я в первом этаже, нормально. Так, в измельчитель? Ну, да, конечно. Итак, дело номер 313. Доссия, на котором стоит номер 3. Ну так открой его, посмотри, дружище. Это немножко. Скромная женщина. А что? Что вот это значит? А! Так, досье. От... Чиновника. А почему? Подлый человек, которого следует остерегаться. Я могу его, кстати, сдать за иностранные деньги. А почему я не могу отправить отсюда? Я не понимаю, почему я должен уничтожить это досье. Я его почитать хочу! Вы что делаете? Это было что-то важное или опасное, или и то, и другое. Бумажные обрезки. Уничтожить. Я могу как-то склеить? Подождать, позвонить. Набрать номер. Лотти Альтман? Нет, 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 они мне не нужны. Что вы от меня хотите? Фрэнк Шварц у аппарата. Фрэнк Шварц. Добро пожаловать назад. Кто это? Вы знакомы? Это Стивен Хубертс, главный директор по вопросам стратегии министерства. Меня знаете. Вы меня не знаете, зато я вас знаю. Но откуда? Талант вроде вашего сложно не заметить. Я уже давно слежу за вашей карьерой. Вы многим рискуете, возвращаясь сюда. Вы совершили поступки, которые далеко не каждый в министерстве одобрил бы. Вальтер, господин Буллхаузер, был одним из моих самых ценных кадров, знаете ли. Были другом Буллхаузера и в то же время толчком, который привел к его падению. Вы поступили жестоко, Шварц, бессердечно. Я его предупредил. Во-первых. Во-вторых, я рассказал про него правду журналистам. В смысле? Ну, это же никак не справить. Жаль, конечно. Человек менее широких взглядов, чем я затеял бы на вас обиду. Но, может, вам удастся изменить мое первое впечатление о вас, Шварц. Посмотрим. Теперь, когда вы здесь, вы можете сослужить нам службу. Мы готовим ввести нашу родину, величайший союз, в новую эпоху. Естественно, под предводительством нашего великого вождя. Это славно. Славно? Это великолепно. Но, к сожалению, не все распознают приметы времени. Да? Да. Увы, реакционеры в стране отказываются шагнуть с нами в будущее. Они даже пытаются нам помешать, цепляются за прошлое и тормозят прогресс. Я обращаюсь к вам, Фрэнк, в надежде, что вы выберете нашу сторону. Я уже могу звать по имени Фрэнк. Как хотите. Фрэнк, вы знаете, что самое худшее в этих отсталых ретроградах? Нет, что? Они среди нас, Фрэнк. Даже здесь, в Министерстве, есть разрушители прогресса, саботажники перемен. Что вы скажете, что вы на это скажете, Фрэнк? Это плохо? Плохо, очень плохо, поэтому мне и нужна ваша помощь. В этой части Министерства пока чистый лист. Не дайте реакционерам тянуть вас за собой. Будьте моими глазами и ушами, Министерство. Будьте глазами и ушами прогресса. Да? Если, по вашему мнению, это то, что нужно Величайшему Союзу, тогда я с вами. Я очень надеялся, я очень надеялся услышать это. Фрэнк, добро пожаловать на борт корабля прогресса. Выясните, кто еще в отделе 1 и 2 за прогресс. Кто на нашей стороне, кого можно убедить, кто для нас потерян. Я оставлю вам свой номер, появятся интересные сведения, звоните. Но, пожалуйста, сначала соберите всю информацию, не звоните по каждому сотруднику отдельно. Это будет непродуктивно, я ненавижу непродуктивность. Вам все ясно, Фрэнк? Ясно. И еще кое-что, Фрэнк. Да? Будет лучше, если Лотта Альтман, ни Эрнст Мюллер не будут знать об этом разговоре. Блин, это ясен пень. Вот как? Да, уладим этот вопрос между собой. Хорошо, Фрэнк? Ладно. Чудесно, у меня все. Звоните, если вам что-нибудь понадобится. Хорошего дня. Офигеть, как все оборачивается. Черт, отмычки. На этом мне нужно прийти сюда с утра и поговорить со всеми с утра. А наверху это что у меня, значок? Так, я думаю, мне сейчас нужно домой. Мне нужно сдать... Оборудование. Что мне по камерам? Три камеры, две отмычки. Я еще одну отмычку так кину, чтобы у меня было на три комнаты. Если что, вдруг. Документы, письмо... Значит, мне сейчас нужно быстренько чапать домой. Ночь нужно провести в доме. А с утра быстренько на работу, опросить всех. Короче, есть чем заняться. Тут еще вон какой-то гвестик напрашивается. Тварь, что ты тут шастаешь? Звезди отсюда. Во второй квартире. Ну-ка, что ты хочешь? Хорошо, что появляются... Да? Погоди, это не тебе что-то надо? А кому? А, это все-таки на работе, да? Да, значки, значит, они, конечно, появляются. Но они не такие хорошие, как мне хотелось бы. Ладно, значит, у нас сейчас 4.25 утра. По-варенькому сохраняемся. Сейчас начнется утро. Мы попробуем завершить квест с мелким. Дадим ему книгу и... Или отправим его заниматься. Желательно дать книгу и отправить заниматься. Но это мы уже посмотрим. Потом мы побежим на работу, там всех опросим. В общем, у нас тут куча всяких дел. Пока что. Будем заканчивать серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok